Здравствуйте! На телеканале Россия Вести Ульяновск, в студии Артем Петров, и в начале главные темы. Гречка, мука и другие продукты есть. Так почему тогда в некоторых магазинах полки пустые? В зеленой зоне процветает свалка. Под деревьями мусор складируют уже 10 лет. Убирать его начали, когда приехали корреспонденты вести. Фотографии и документы времен Великой Отечественной сохранят для будущих поколений. В МФЦ материалы отсканируют и передадут в региональный государственный архив. Но в начале. Сегодня на сайте Министерства просвещения России опубликована информация, что с 23 марта по 12 апреля включительно во всех школах страны объявят каникулы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников. Открыты соответствующие образовательные ресурсы. При этом в областном Миноборнауке добавляют, что эти меры носят рекомендательный характер. И в каждом конкретном регионе решение о продлении каникул принимают в зависимости от эпид-обстановки. Что касается школ Ульяновской области, окончательное решение объявят до конца недели. В Ульяновске дефицита продуктов нет. Такое заявление сделали руководители городской администрации на заседании штаба по продовольственной безопасности. По словам Михаила Сычева, несмотря на покупательское оживление, перебоев с товарами в магазинах и супермаркетах нет. А пустые прилавки в торговых точках – это результат сбоя в работе персонала. Более того, на складах организации достаточное количество продуктовых запасов. Дополнительно на сегодняшний день мы рассмотрели, еще раз проверили, какие у нас организованы места выездной торговли. Таких у нас есть. 41 территория определена, 180 мест. Сейчас уже на половине из них производится торговля. Еще на половину мы готовы направить местных товаропроизводителей своей продукцией. Дополнительно еще в течение двух часов каждый район представит места размещения мини-ярмарок. В том числе собираем предложения от предприятий, если есть потребность у работников, дополнительно обеспечить торговлю с автотранспортом разного рода продуктами, крупой и так далее. Мы готовы тоже эту работу осуществить. Также сотрудники городской администрации провели контрольные выходы на торговые точки. В ходе мониторинга они убедились, что торговые организации дают правдивую информацию о наличии продуктов на полках. Подтвердили это и покупатели. В городской администрации заверили, что ситуация с бесперебойной поставкой продуктов отслеживается в режиме нон-стоп и причин для паники нет. Первые четыре дома на Кирово ведут в эксплуатацию уже в этом году. Наряду с этим в новом жилом комплексе остро стоит вопрос с социальной инфраструктурой. К постройке современного микрорайона в баварском стиле приступили еще в начале 2019-го. В проекте 8 многоквартирных жилых домов с общественным пространством, рукотворным ландшафтом, игровыми площадками и велодорожками. Четыре дома мы планируем ввести в сентябре, три дома до конца года. Где-то площадью общая порядка 37 тысяч, это будет в этом году, жилая 20 тысяч с копейками. В прошлом году мы ввели миллион 19 тысяч метров квадратных, обновили исторический максимум. И по вводу на тысячу человек мы заняли первое место ПФО. Для сравнения, в Чувашии ввели 28 метров квадратных на человека, у нас до 30 метров квадратных на человека. То есть мы ввоз занимаем первое место. Однако такой рекорд пока не нашел в взаимосвязи с программой «Жилья для работников здравоохранения». По словам министра, в прошлом году льготные квартиры получили 5 медицинских работников. Я здесь не беру те формы работы по возмещению арендной платы. 5 человек это мало при потребности 141, вы сами понимаете. В этом году на какую цифру вы нацелены? Тоже 5 человек? Нет, если все будет решаться, то мы настроены на 20 квартир. В процессе совещания нашли возможность в ближайшее время приобрести в пределах 25-30 квартир. Это в полном объеме закрывает потребности областной больницы и областного онкологического центра. Для того, чтобы мы могли пригласить высококлассных специалистов и одновременно тем, кто работает и не имеет жилья сегодня, приобрести такое жилье. Новый микрорайон рассчитан почти на 2000 человек. Специалисты отмечают, что это большая нагрузка на прилегающие детские сады, школы и поликлиники. Как будет решаться социальный коллапс – вопрос, который городским властям еще предстоит решить. Жизнь приобретает определенные оттенки и запахи, когда выходишь из дома и попадаешь прямиком на свалку. Зеленая зона на улице 40-летия октября на протяжении многих лет превращалась в помойку. А жалобы и призывы о помощи во всевозможной инстанции от людей, живущих рядом, остались, по сути, без ответа. И Лошахово продолжит. Зеленую зону на улице 40-летия октября уже давно облюбовали городские люмпины. Ни время года, ни увещевания местных жителей, ни правоохранительные органы им не указ. Сидят целыми днями, пьют. Милиция, не имеем права мы их забирать. Бомжи вот эти с бочек все вытаскивают из ящиков, раскидывают все бумажки. К ним обращаемся. А их тоже, говорит, не имеем мы забирать. Они всех посылают. Соседка пошла, ему говорит, вы что же раскидываете. Он говорит, сейчас я тебе дом спалю. Бет местным жителям добавил и супермаркет, построенный неподалеку. Вроде и контейнеры у него свои есть. Однако мусор из них также оказывается здесь, среди кустов и деревьев. Там у них контейнер, они выбрасывают туда просроченные продукты. Там целая очередь, как мавзолей. Понимаете? Люди разбирают, потом все по сумкам раскидали, а пакеты все выкинули. И все выкидывают на это поле. После недавних событий деревья на данной территории местных жителей не только не радуют, а не пугают. К тому же большинству насаждений лет по 60-70, говорят люди. Вот буквально 2-3 недели назад был сильный ветер. Вот эти деревья большие, вот эти деревья, с них начали падать ветки, и их начали нагибать и на провода. И у нас тут был пожар. Вызывали пожарных ночью, в 3 часа ночи, электрики тут все. Если бы была сухая трава, а не мокрая, тут бы что было? Тут все бы располыхало. Огорчают жители домов по улице 40-летия октября и их дорога. Она и тротуар, и проезжая часть. Или вернее отсутствие и того, и другого. Одна грязь, туда идешь, тоже грязь. Вы хотя бы немножко сделайте нам, вот обустуйте хотя бы дорогу. Когда съемочная группа приехала на улицу 40-летия октября, территорию убирали. Совпадений или нет, даже не беремся гадать. Но местные жители уверяют, порядок здесь будет недолгим. Ситуацию нужно менять кардинально, считают люди. Вот дорога, чтобы вот эти сухие деревья выпилили, где можно. Все. Нам нужна вот эта вот дорога, чтобы был статус сквера. Мы выйдем, придем, поможем тоже, кто если тут будут сажать хорошие деревья. Свалка в этой зеленой зоне процветает уже почти 10 лет, рассказывают жители. И это странно, особенно на фоне различных федеральных и региональных программ, которые активно реализуются властями в Ульяновске не первый год. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В регионе проходит неделя национального проекта «Жилье и комфортная городская среда». На старте тематические семидневки объявили на штабе по комплексному развитию региона. В связи с новой эпидемией организаторам пришлось отказаться от ряда встреч с общественниками и федеральными специалистами, отменить круглые столы и другие запланированные мероприятия. Но тем не менее у нас есть выезды в районы. Мы с комиссиями из муниципалитетов, из общественников осматриваем территории, которые перезимовали, для того, чтобы понять, насколько качество выполненных работ соответствовало требованиям. И в случае, если есть отклонение, плохо пережил парк, малая архитектурная форма, все это в рамках гарантийных обязательств пятилетних подрядчики должны будут восстановить. Сейчас уже можно приступать к паспортизации некоторых территорий, потому что снег уже сошел. И, конечно же, сейчас активно ведется работа, потому что бы муниципалитеты вышли на торги. Со словом Геннадия Антонцева, в этом году запланировано благоустройство 100 дворовых территорий и 16 общественных пространств. Это парки и скверы региона. Это «Вести Ульяновский». Мы продолжаем. На полигоне Поливна стартовало тактическое учение с боевой стрельбой десантно-штурмового батальона. В учениях задействовано около 500 военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники. Планируется, что личный состав батальона отработает тактические действия десантно-штурмовых подразделений, а командиры – практические навыки в организации и ведении действий при выполнении миротворческих задач. Областное министерство энергетики ЖКК и городской среды провело отчетную коллегию. На ней подвели итоги работы ведомства за минувший год. Прошло совещание в Политеховской тарелке. Имена Волг-ГТУ готовят кадры для регионального ЖКХ. Об этой самой подготовке говорили уже в первом выступлении. Сейчас здесь по профильной специальности обучается больше 150 студентов. И уже было два выпуска – в прошлом и позапрошлом годах. Профильный министр Александр Черепан затронул тему повышения качества питьевого водоснабжения. Оно реализуется через областные программы. Объем, который мы профинансировали в прошлом году по программе «Чистая вода», мы направили 222 миллиона рублей на эти цели. При этом, по сути дела, добились, что в 10 муниципальных образованиях в прошлом году, в 34 населенных пунктах, было улучшено качество питьевого водоснабжения. На коллегии обсудили планы по нацпроекту «Чистая Волга». На его цели планируется привлечь почти 900 миллионов рублей. Эти средства построят очистные сооружения в 10 населенных пунктах. На совещании также подвели итоги прошлогодней газификации. По словам министра, в регионе проложили 60 километров газопроводных сетей. Одновременно строили и новые котельные. Эти работы патронировала корпорация развития коммунального комплекса. По надежности мы снизили количество аварийных ситуаций практически втрое. За аналогичные периоды, трех-четырехлетней давности. Каким образом? Внедрение новых технологий позволяет нам, первое, сократить человеческий фактор. Второе – это ввести так называемые технологии, позволяющие контролировать процесс технологический. А самое главное – сменить устаревшую, изношенную, морально, конечно, уже не вписывающуюся в никакие рамки оборудования. У нас современная, надежная, которая работает самостоятельно и не требует какого-то повышенного внимания. В прошлом году в области ввели в строй сразу несколько новых котельных. Две из них построили в Новоульяновске. Остальные теплоисточники заработали в поселках Новоселки Меликесского района и Октябрьский Чердоклинского. Современные котельные также появились в Старомоинской районной больнице и в Новой Ишиевской школе. Ульяновский МФЦ принимает документы и фотографии времен Великой Отечественной войны, чтобы навсегда сохранить их для будущих поколений. Накануне 75-летия Великой Победы жителям региона предлагают принести многофункциональные центры мои документы, фотографии и письма родственников, которые были участниками Великой Отечественной. Эти материалы отсканируют и передадут в региональный госархив. Документы будут принимать до 1 июня. После научно-технической обработки их включат в фонд коллекция документов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Затем эти материалы опубликуют в сборниках, а также используют на выставках и в презентациях для демонстрации школьникам и участникам лекций и экскурсий. Сейчас электронные копии документов, свидетельствующих о событиях Великой Отечественной войны, можно увидеть на сайте «Солдаты Победы». В доме музея Ивана Гончарова открылась выставка «Достоевский роман «Преступление и наказание». Эту передвижную экспозицию представил Санкт-Петербургский литературно-мемориальный музей Федора Михайловича Достоевского. Выставка построена как своеобразный комментарий к тексту произведения, которые посетитель может прочитать, следуя за изображениями и цитатами, отмечающими основные моменты в развитии романа. На выставке отражены как злободневные и сиюминутные вопросы времени написания романа, так и его религиозно-философская проблематика. Нам хотелось бы, чтобы этот роман был освобожден от шаблонов, которые укрепляются в сознании, особенно в сознании школьников, которые изучают этот роман. Поэтому всей глубины, всего объема этого произведения часто читатели не знают, не осознают. Не случайно у Федора Михайловича Достоевского в черновиках к этому роману есть такая фраза – «Перерыть все вопросы в этом романе». Интересен этот писатель именно погружением в душу человеческую. Каждый ребенок может прийти, может познакомиться с тем, что здесь выставлено, может сложить свое впечатление о произведении, происходит процесс углубления. В мир преступлений и наказания погружают тексты и фотографии черновые рук Пси Достоевского и иллюстрации к роману. Планируется, что выставка продлится до 17 апреля. Ну а наш выпуск на этом завершен. Первые итоги среды подведем в 17 часов. Сейчас в Ульяновске 10 градусов тепла. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Ветер западный 10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин